Всем привет, это новый выпуск Выдал Базу. Сегодня поговорим про новую работу Юргена Клопа. Покачаем головой в ответ на очередную порцию бреда от Тенхага. Обсудим... Что случилось? Как ты говоришь о Тенхага, сразу вот эта хрень начинает мигать. Я тебя... Вот ты посмотрел... Он даже электричество раздражает уже. Всем привет, это новый выпуск Выдал Базу. Сегодня обсудим новую работу Юргена Клопа. Обсудим сборную, чья игра очень меня впечатлила на старте Лиги Нации. Покачаем головой в адрес на новую порцию бреда от Тенхага. Ну, а я отвечу на ваши вопросы и в конце проведу блиц. Да-да, это сделаю сегодня я, а не Вован. Так что, готовься, кудрявый. Поехали. Начинаем, как всегда, с актуального Эрик Тенхаг. Друзья, читаю. Тенхаг якобы потребовал руководству МЮ возвести стену на базе клуба, чтобы скрыть тренировки от посторонних глаз. Ну да, конечно же, весь мир пытается прям понять, в чем же секрет его тренировок. Как он делает футболистов настолько хуже? Как можно настолько бездарно играть в футбол? Как можно три года не понимать, как играть в атаки? Как можно три года покупать непонятно кого? Вот прям же... Это же всех интересует. Вот прям надо стену... Не просто стену возвести. Надо в какой-то ангар просто закрыть, блин. Как лабораторию футбола, блин. Не, если это правда, это просто. Ну, он реально уже... Он просто погнал. Ну, реально, он гонит. А сам думаешь, поможет такая стена? Конечно! Именно этого не хватало. То есть уже все есть. Уже новое руководство, блин. Совет директоров, футболистов. То есть не хватало только стены. Между тем, у МЮ худший старт в АПЛ за все время. Да, друзья, самое смешное, что Тенхагу тебе принадлежит два худших старта в истории МЮ. Но почему-то продолжают в него все еще верить. Я не понимаю. Перед следующей новостью я хочу поблагодарить наших друзей из фона. Эта компания поддерживает все наши соцсети и выход каждого из роликов в экосистеме МИЧа. Благодарим наших друзей из фона, которые также поддерживают такие классные команды, как Акрон, Крылья Советов, Ростов, Рубин, ЦСКА и многие другие команды. А также делают наш футбол лучше. Еще раз им спасибо. А вы, пожалуйста, заходите в наш Телеграм. Клоп стал главой глобального футбольного направления в Рэдбуле. Значит, он приступит к работе в январе. Будет получать 10-12 миллионов евро в год. И не будет участвовать в повседневной деятельности клубов. По слухам, вернется работать тренером только ради сборной Германии. Классно, потому что мы же понимаем, что Клоп – это философия. Это свой определенный взгляд на футбол. То, что он не мечом любит владеть, а территориями, так скажем, на футбольном поле. И мы видим, что эта философия работала. Эта философия приносила результат. Эта философия… Этот футбол с такой философией нравится людям. И я думаю, просто в Рэдбул всем надоело проигрывать. Ну, глобально они ни черта не выиграли. Вот. И я думаю, что Клопа они позвали, чтобы их философия начала приносить титулы. Не думаю, что Клоп заскучает от такой работы? Слушай, мы же все забываем, что не только же 7 лет в Львуэрпуле, еще 7 лет в Дортмунде было. Понимаешь? И еще был Майнс там, да? Ну, то есть это 21 год, а мы же видим, в каком режиме. Ты понимаешь, что 21 год столько вот так тратить энергию? Вот мы на мяче там 7, да? И мы такие уже, блин, фу, устали. Блин, надо передышку. Чувак, 21 год так работает. Просто каждую неделю отдавая столько эмоций. Поэтому, блин, ну… Так, матчи Италии в Лиге нации, друзья. С французами 3-1, с Италии 2-1 и с Бельгии 2-2. Слушайте, просто зайдите во все соцсети, запрещенные, не запрещенные, в YouTube. И просто посмотрите выход из обороны через пас. Значит, то, как играет Димарко. То, как Танали вернулся и как будто бы никуда не пропадал. Да? То, как они до удаления играли с Бельгией. Блин, ну это реально чистое удовольствие. И я сейчас, ну, как будто бы даже хочется извиняться перед Спалетти. Потому что летом казалось, что он шарлатан. И все это были глупые отмазки. Потому что провал был на Евро полнейший. И когда он говорил, что ему не хватает времени, ему нужно еще, чтобы поставить игру. Теперь понятно, что он имел в виду. Ну, Италия на фоне Франции и Бельгии казалась топом абсолютно по игре. То есть это очень классный футбол. И на это очень приятно смотреть. И я думаю, что если так и пойдет, то вот на Чемпионат мира 26-го года Италия будет одним из фаворитов. Мбаппе хочет играть за Францию только в важных матчах. Уже сейчас, прикиньте. Ну, то есть вот в теннисе там, я помню, Федерер начал так. Потом Рафа. И сейчас и Джокович играет только большие турниры, да. Мбаппе решил брать пример с больших теннисистов. Уже сейчас, в 26 лет. Значит, не зря говорят про слухи о том, что он потерял вкус от футбола. То есть когда ты с 17 лет постоянно под софитами, так скажем, да, и ты из Монако в ПСЖ переходишь за сумасшедшие деньги, потом вот сейчас в Реал переходишь, и ПСЖ тебя там долго всего ждут со сборной. Макрон спускается на поле. То есть типа с такое вниманием, что он... У него выгорание, походу. Это получается просто выгорание. Или это больше высокомерие? Что вот он не хочет играть, знаешь, в матчах... Слушай, я тебе так скажу, если у него или у Холланда есть хоть какие-то маломальские амбиции приблизиться к цифрам Месси и Роналду... А ты представляешь, что Роналду такое бы сказал? Они себе не могут позволить пропускать матчи вообще. Потому что там такая стата, что мужикам надо по 16 лет подряд набивать статус 40+, чтобы просто догнать, а не перегнать. Поэтому, ну, это абсурдно. Более того, я думаю, что если он будет только в важных матчах играть, то стата упадет. Видно, что как раз ему не хватало, что он играет каждый матч тонуса, да, там, скажем, резкости какой-то, да, включенности в игру зачастую. Я наоборот думаю, что это будет хуже, если он к этому придет. И Ньеста официально закончил. Знаете, я тут на неделе даже сплакнул, когда увидел видео на Дале, о том, как он завершает карьеру. А когда Ньеста выложил, и все... У меня не было таких эмоций, потому что, если честно, он для меня уже года три назад закончил, когда уехал, собственно, в Японию, да. И как-то, ну, я уже смирился с тем, что там легендарный футболист закончил. А тут единственное, я наткнулся на эти высказывания других футболистов, на эти золотые моменты, связанные с Ньестой, да. Когда он совершенно мелкий, у него еще прическа, еще волос много на голове, такая квадратная немножко голова. И он в матче с Реалом, выйдя каким-то юнцом, он еще играл под 24-м номером тогда. Он уже тогда показывал чудеса контроля над мячом. И вот в этом уж точно. И Ньеста и Хави лучшие, наверное, во всей... Ну, в истории футбола среди полузащитников уж точно. Не было таких людей, мне кажется, как они. Икс Джон Сноу Икс. Гениальная логика Васанта в обратном отчете. Роналду был в сильной команде, поэтому многого добился. А Месси не в пиковой Барсе играл. Да нет, дружище. Если ты будешь внимательно смотреть обратный отчет, ты поймешь, что я имею в виду немножечко другое. Я имею в виду то, что Роналду, его игра в Реале, она немножечко обесценивается, потому что этот же состав без него выиграл практически столько же. И при этом футболисты там индивидуально выигрывали золотые мячи после него. Я только об этом говорю. Больше ничего. А так и Месси играл в суперкоманде. Я даже сказал, что Пеп не лучший тренер в истории Ла Лиги, потому что ему досталось суперпоколение. Поэтому, дружище, смотри внимательно обратный отчет. Ага. Е-ш-у-а. Е-ш-и. Васантинио, куда нужно перейти Антони, чтобы спасти карьеру? Подошел бы Баруси Дэ или Милану? Мне кажется, в Зенит. Малком же перешел в Зенит после Барса. Да. И реально перезапустил карьеру. Ну, назабивал здесь кучу голов. И потом уехал. И все, уехал на сумасшедшие деньги в Саудовский Араэ. Вот для Антони, мне кажется, идеальный вариант. Тем более, там любят бразильцев нынче. Чему Вован может научить Пепа? Что? Это что за фантазия, чувак? А где ты это видишь? Какая ситуация? Они случайно оказались в кофейне, и его подсказывают, братан, бери фрапе. Здесь фрапе хороший или что? Я не понял. Васант. Ну, в отличие от Пепа, я могу разыграть, допустим, призы в своем Телеграм-канале. А-а-а. Там, значит, и модные наушнички AirPods, и колоночка JBL, и новенький телефон. Поэтому, ребят, все подписываемся. Вы понимаете, что человек, который работал всю жизнь здесь, на мече, ну, за кадром, делает такой розыгрыш? Блин, а? Это говорит как-то круто о мече, что ли? Просто прикинь, какой масштаб. Да, да. Что, какие условия, собственно, участия? Надо подписаться на Вову, на Мяч Лап, на Мяч Ру, и нажать кнопочку «участвовать». И, кстати, итоги конкурса будут 20 октября, я так понимаю, в телевом канале самого Вована. Да. Да, все верно. Ого. Человек с ником Булочкина. Васант порычишь. Есть ощущение, что надо делать выдал базу не про футбол уже, да, по-чехонечку? Как будто бы. Я не знаю. Васант, а ты часто рычишь вообще в обычной жизни? Нет. Поэтому у меня вопрос. Почему? У кого возникло желание, чтобы я порычал? Может, видели, где ты рычал, может быть, или еще что-то? Или как, ну, типа, что я... Надеюсь, это вырежут. Влад Ковалев. Здравствуй, коллега. Ты часто выдаешь спорные или, скорее, абсурдные тезисы по типу «Декерыш круче Холланда» или «Беллингем по 80 минут ничего не делает». Скажи честно, ты гениальный провокатор, который намеренно дергает аудиторию за нужной ниточкой, или просто средне разбираешься в футболе? А что такое средне разбираешься в футболе? Это, типа, аттестаты, блин, средней школы или что? Я не могу понять. Что такое, или что такое, типа, круто разбираться в футболе? Вы понимаете, что футбол выигрывает и Муринио, и Луис Филиппо Скалари, и Диего Симеона, и Гвардиола, и Клопп, и Романцев, блин, и какой-нибудь Денек Зэмон, гением футбола является, и Феликс Магат. Вы понимаете, насколько это разные люди, насколько это разный подход к футболу? Насколько по-разному можно трактовать все в футболе? Насколько по-разному можно смотреть на вещи в футболе? Насколько по-разному расставлять, что важно, что не важно? или что менее важно. Поэтому я бы на вашем месте перестал кидаться такими тезисами. Делать из кого-то эксперта, делать из кого-то гения или, наоборот, средневзбирающегося у человека. Потому что если вы разберетесь по футбольному и спросите любого скаута, аналитика о футбольных качествах Дёкериша и сравните их с качествами Холланда, просто отдельно, без майки, без лейбла, без трансферной стоимости, а просто про футбол, то он вам то же самое скажет, что Дёкериш как минимум не хуже, а может быть и лучше по общему количеству тех футбольных качеств, которые определяют нападающего. Вот и всё. А Беллингем, это скорее не про то, что он бесполезный футболист, а про то, как он провел первую половину сезона, когда он дебютировал в Мадридском Реале. Залетало всё. Это была аномалия. А потом мы увидели настоящего. И до сих пор это всё происходит, потому что голы в итоге пропали, импакт пропал. И действительно, Беллингем получается так, что не сильно задействовал в футболе Мадридского Реала, потому что он урваный по темпу, потому что он урваный по качеству, потому что он не про то, чтобы владеть мечом и сидеть на чужих воротах, потому что он достаточно вертикальный. И не часто Беллингему удается постоянно быть, условно говоря, человеком, через которого строятся атаки. А он является вообще-то атакующим полузащитником. И почему бы мне не ждать, чтобы он был всегда в игре, и я всегда на него смотрел. Поэтому я не вижу никакой глупости и противоречия у этого тезиса. Если хочешь сразиться со мной в том, кто что знает, насколько и кому это интересно, попробуй, чувак. Ходя. Какой счёт видишь в классику? Слушайте, это история такая. С одной стороны, очень выгодно для болельщиков Барса. Это прям идеальный момент. Мы находимся на неком пике формы. Реал пока ещё разбирается с полузащитой, разбирается с атакой. Есть тяжёлые игры у них, есть поражения уже там, да. И там ещё такая интересная ситуация. Рекорд по серии без поражений у Барса 43 матча. У Реала 41. 43-я игра будет именно Реал Барса. Я представляю, насколько заряженный выйдет Мадрид. Потому что Анчелотти об этом вспомнил и сказал где-то в интервью, по-моему, насколько я понимаю. И насколько они выйдут заряженные не проиграть, хотя бы сыграть ничего. А счёт при этом, мне кажется, может быть условно 1-1. Ну, Игорь Сидачин. Ви Эл. Не кажется ли вам, что прайм Решварда лучше, чем прайм Баппе? Ви Эл. Блин, так чувак, ты в Манчестере живёшь, и да. Или... Может быть, ты не видел Мбаппе никогда. Да. Короче, у Решварда был пик, по-моему, не этой зимы, а прошлый, да? Когда он много матчей подряд забивал. Там просто реально он был... Всё залетало. Смотрите, короче, если Решвард в настроении, то глобально у него смещение под удар с фланга в центр классное. Резкость крутая. Дриблинг на месте, чтобы уйти и сразу ударить. Есть. И удар поставленный. Очень. И если это начнёт залетать, то он действительно будет одним из лучших вингеров в мире. Но Мбаппе претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в мире. Васан, помнится в одном из выпусков на вопрос о том, нужно ли продавать Ямаль за 200 миллионов PSG, ты сказал, что это была бы отличная сделка. Вопрос. Тебе не стыдно? Стыдно. Я признаюсь. Чуть-чуть, да. Но на тот момент, по-моему, даже 250 говорили. Я понимал, что... Ну, это всё равно 17 лет. Это кот в мешке. В хорошем смысле, да. А нам нужны были футболисты. У нас просто был недобор. Никто не знал, что Иниго Мартинус может в футбол играть. Что Бальде может нормально в футбол играть. Что, блин, Берналь, сейчас 17-летний, может в опорке быть основным. Что Касадо может быть основным. Никто же не знал. Ну, только Ферранторес не меняется, да. А никто не об этом не знал на тот момент. Поэтому тогда казалось, что за эти деньги можно купить двух-трёх топ-футболистов, разгрузить ситуацию с трансферами текущую. Да, а не так, что у нас, например, Кристенсен не будет играть в футбол из-за того, что нам Ольма пришлось. И это повезло, что травмировался Терштеген. И мы теперь зарегистрировали и Ольма, и Кристенсен. Понимаешь? Ну, то есть вот в чём проблема. Поэтому на тот момент это казалось логичным. Да и про Рафинью я так говорил. Но кто же думал, что настолько может преобразить этих футболистов Ханси Флёк? Пагба всё-таки нашаманил себе помилование. Сможет вернуть форму? Ну, показывают видео, и у него там, по-моему, какие-то индивидуальные тренировки. Крутые очень. Слушайте, и он, в принципе, физически одарённый футболист. И он никогда не брал тем, что он там от кого-то пытался убежать или ещё что-то. У него контроль мяча, передачи. Нужен матч-тонус вернуть. Вот это самое главное. Вот это. Ощущение игры, да, и интенсивности. Вот это ему надо будет вернуть. Вот. Ну, я думаю, что сейчас запредельная мотивация, потому что видно было, как он был подавлен, расстроен и убит тем, что случился этот бан. Вопрос только где, и кто согласится его взять. Ювентус уже отказался. Вот кто? Говорят, Марсель может посмотреть. Может Барселон? Слушай, а ты думаешь, что он... Марсель круто. Ты что? А во Франции он с каким-то клубом вообще связан глобально? Ни с кем, да, по сути, он не связан? Да вроде бы нет. Не помню я, где он там родился или где он в Академии. Я что-то вообще забыл. А, ну в Юнайтед, да, у него в Академии. Академия Юнайтед была. Ну, это представляешь, что за матч будет? Марсель, посажите, если Пагба будет в Марселе. Тем более с Дед Зерби. Блин, мне кажется, это идеально. Блин, он как будто Дед Зерби ему ещё, мне кажется, сможет продлить карьеру. Как ты и зачем согласился на дебаты с Артпо? Тебя заплатили настолько много? Зачем опускаться до уровня этих дилетантов, которые в футболе не разбираются в отличие от тебя? Слушайте, ничего мне не платили. Ребятки коллаборируют с нами через того же Ткачука и у нас тут снимают иногда. Те же Губиньо ребята делают, мне кажется, классный контент, смешной, весёлый. Артпо прикидывается, у него такой образ персонажа которого, но мне кажется, что Артпо человек футбола точно, ему интересно. Он, мне кажется, знает больше, чем о нём думают, если честно. И дебаты прошли достаточно интересно. Просто он сам почему-то, мне кажется, внутренне как будто бы себе проиграл изначально. И не очень хорошо подготовился к дебатам. Но вы посмотрите, и там было интересно. И спорных моментов, и с моей точки зрения, и с его было предостаточно. Поэтому, если бы была возможность избавить от травм любого игрока в истории футбола, кого бы ты выбрал. Слушайте, тут очень много ребят. Например, Фалькао, когда он поехал во Францию играть. Кресты, и это уже был другой Фалькао. А Неймар до пассажей всех этих травм в Барсе, да, и после. Другой игрок. Ван Бастен. Несколько золотых мячей в 28 заканчивает из-за хронической травмы. Роналдо Зубастик. Скорее всего, лучший футболист в истории футбола, если бы не Кресты. Для меня вот Марко Ройс, допустим. Марко Ройс. Наверное, он бы уехал бы, если бы не было травм. Понял бы, блин, мне нужно сделать какой-то вызов для своего себя. А тут он понимал, что уже выше не прыгнет. И никуда не делся. Почему, блин, не играет Дуглас Луис? Я тоже, кстати, заден с этим вопросом. Я был в невероятном предвкушении от связки и Коп Мэйер с Дугласом. Я думаю, что она еще случится. Пока Мото ищет. Сочетание. И там и молодых, и новые связки, и новые трансферы. И у них пока чередуются. То яркая игра с Лейпцигом, то опять нули в чемпионате. И Скалери потеряли очки. Поэтому, ну, еще надо терпение набраться. Я думаю, что все еще будет. Тухель в сборной Англии или МЮ? Что думаешь по поводу этих слухов? Какой из вариантов лучше? Тухель в МЮ, конечно. Потому что у него как раз очень четкое понимание футбола. Его приход в Челси показал, что он очень вот так по щелчку может дать результат и настроить какие-то механизмы внутри коллектива. Но его не хватит надолго. Вот в чем проблема. То есть после него опять нужно будет кого-то искать. Его хватит на полтора сезона. Потом он начнет скандалить и его выгонят. Вот. А в сборной нет. В сборной Англии тоже не будет завеличенной при Тухеле. Там нужен Гварди-О-Ла. Подожди, а Тенхага тогда куда? В Эксель-Сьорбе. В Накбреду. Де Грасхарф. Какие там еще команды в Голландии? Нидерланда. Кто главный Иуда Барси? Фигу или Дембеле? Фигу. А Дембеле кто? Да Дембеле, блин, чувак из мультика Шрек, блин. Ну типа, что, блин, на Дембеле обращать внимание? А Фигу был на тот момент одним из лучших в мире. И потом он получил золотой мяч, играя за мадридский Реал. И порвал связь. А он был капитаном в Барселоне. Вот все вспоминают Зидана там с Бразилии на турнире сборных еще где-то. Но Фигу играл за Португалию просто в инопланетный футбол. Посмотрите тот чемпионат Европы. Там, ну что, что там делать Фигу? Это просто космос реально. Поэтому, конечно, Фигу. Президент Бразилии хочет, чтобы в сборной играли только игроки, играющие во внутреннем чемпионате. Что думаешь об этом? Слушайте, там вообще много критики постоянно. Ревалду критикуют, короче, что не на что смотреть. Рональдинию критикуют, не на что смотреть. Уже президент дошел до этого. И он смешно сказал, что нет там крутых футболистов за границей, да, бразильских. Просто другая проблема сейчас случилась. Бразильцев догнали африканцев. Потому что сейчас многие африканцы, они уже с малых лет в академиях европейских, в тех же французских, бельгийских. И если раньше африканским футболистам не хватало школы, да, именно футбольной, был атлетизм там и природный талант, то сейчас они уже, ну как бы, еще и образование футбольное получают. И поэтому нет такого вау-эффекта от очередного таланта из Бразилии. В Жогабани ты можешь играть, если только ты супергений с точки зрения дриблинга и техники, да, как Рональдинио. А бразильцев таких уже давно, если честно, нету, да? А может, где-то характера не хватает бразильцам, знаешь? Как будто они не являются. Так я думаю, потому что они кайфуют. Ну, то есть, раньше они кайфовали, и разница в классе была такая, что можно было с кайфом побеждать, как в 2002 году. А в 2006-м-то их уже щелкнули, хотя сборная еще сильнее приехала. Типа с КАКА, с Адриану, Рональдинио, там, с Зубастиком. Ну, и после этого даже сильные сборные были, но они... Там уже ментальность была и в 18-м, и в 14-м, и в 22-м. Сможет ли Холм добавить вариативности в свою игру, или он так и останется ограниченным форвардом, зависящим от системы? Ну, прям вот совсем не сгущаем краски. Он очень крутой напад. И вот голый Арсенал, может быть, видели видосики, его разбирают прям, как он сканировал пространство, как он вовремя побежал открываться, как он круто оценил эпизод, как реализовывать и как пробить, чтобы под опорку, да? То есть, ну, то есть, нет, он очень классный нападающий. Только не надо называть его лучшим футболистом в истории АПЛ, Денис Казанский, да? И называть его каким-то супергением, там, или чуть ли не лучшим футболистом в мире. Это не так. Почему Реал 11-12 так недооценен? Выиграли чемпионат у пиковой Барселоны, забили больше всего мячей, за сезон в истории Лариги, набрали точку. Во-первых, две команды были наголо выше всех остальных. Отрыв был от всех сумасшедшим. Барселона три сезона подряд выигрывала матчик в 20-й минуте. Ну и просто, когда ты выиграешь 14 турниров из 18, у тебя потерялась мотивация. Вообще, отличие игроков Реала, вот этого поколения, которые до сих пор еще заканчивают, все заканчивают, никак не закончат, да? Из-за Модрича, еще и из-за остальных ребят. Оно в том, что они остались голодными. Может быть, в том числе из-за того, что Барса тогда так доминировала. У них вот эта долговизна голода футбольного оказалась больше, чем у игроков Барсы. Поэтому я бы не переоценивал тот мадридский Реал. Они не обыграли пиковый Барселону, они обыграли Барселону, которая потеряла мотивацию. Почему Брайан Буэмо еще не в топ-клубе? Не хватает косичек? И как оцениваешь работу Томаса Франка? Томас Франк вот такой тренер. Просто. Как он, ну типа, прошли какой-то этап развития клуба. Вышли в АПЛ, стали достаточно громким середняком, да? Получили несколько крутых матчей и результатов. Появился почерк, типа там, вот эти физические, такая физически ориентированная игра, стандарты крутые, да, удары головой. И тут он раз и перестраивает. Теперь у нас фишка быстрые голы, и в атаку подключается даже центральный защитник на первой минуте, чтобы забить гол. И вот эти футболисты не супер громкие, да? Он их прям делает, развивает классно, но как будто они играют только у него. Они могут играть только в этом футболе. Я не представляю, чем Брайан Буэймол сильнее Ли Кан-Ина, например, в PSG. Потому что Ли Кан-Ин тоже крутой футболист. Или там Марко Асенси. Но при этом он, конечно же, не уровня команды, которая за 15-е место бьется. То есть он легко может играть в Вестхэйме, в Брайтоне, Брайан Буэймол. Легко, абсолютно. В Астон Вилле он бы мог играть. Вот, кстати, Астон Вилла крутой, крутая команда для Буэймол, если там с Донованом Бейли будет какая-то проблема или загвоздка, или он лишится мотивации. Басан, какая у тебя была оценка в школе по физре? Пожалуйста, не надо бодишеймить меня, друзья. Не надо заниматься бодишеймингом. Басан, ты вообще ходил на физку? Я играл двумя ногами в специальный футбол, а два года только левый, чтобы научиться играть, как мой любимый футболист Сымбаларь. И единственное, с чем у меня были проблемы, это подтягивания. Потому что у меня, получается, ноги были тяжелее, сильно сильнее, чем верх тела. Поэтому у меня там были проблемы с подтягиванием, я помню. А всякий челночный бег, там, 160, это все. У меня были хорошие оценки, и по физре я вот там играл за школу и в футбол, и в мини-футбол. Санта, ты в чем играл? Всю свою жизнь босиком, как все индусы. Все в бутсах, в экипировке, а ты босиком. Да, я босиком. Друзья мои, блиц, блиц, сегодня это мой блиц. Коротенький, правда, посмотрим, насколько креативен, обаятелен будет Вова, отвечая на мои вопросы. Вова, составь свою карточку в FIFA по следующим параметрам. Скорость, удар, пас, дриблинг, игра в обороне и физуха. Давай, скорость. Ну, и тут 50. Скорость 50, согласен. Я вообще двигаюсь. Ты даже ходишь медленно и поворачиваешься медленно. А ты прикинь, когда я бегаю. Скорость 10 км в час. Так, удар, удар. У меня, кстати, пушка страшная, я себе 80 делаю. И у него, кстати, похоже вообще, как сказать, язык тела, у него очень похоже на трента. Если когда-нибудь где-нибудь наткнетесь на видосы, где Вован там бьет штрафные или бьет, увидите, он очень похож по движениям, по пластике на трента. 80, да, удар? Пас. Слушай, пас 99. Ну, я думаю, что пас, это вот прям как Гутия. Вов, ну ты настолько не командный игрок. Ты все время портишь командные усилия. Даже когда мы что-то снимаем на мяче. Поэтому из-за этого пас у тебя точно должен страдать. Нет. Прямо должен страдать. 75 там, блин. Ну, хорошо, хорошо, давай. Ну, 82, давай. Давай, 82. 82, дриблинг. Ну, вот здесь может быть. Хотя, с твоей скоростью от кого ты уйдешь? Только на месте разобраться. На скорости хотелось бы, как у Азара в Челси. Пошел ты бы. Честно говоря. Ну ладно, давай 85 дриблинг. Ты что, обалдел, что ли? Ты что, вообще он нормальный? Если с твоими ударами я бы хотя бы видел какие-то видео, с твоим дриблингом я ни черта не видел. От Олега Инкина я не слышал рассказов никаких. От наших пацанов, с которыми вы футбол играете, я ничего не слышал. Поэтому 30 максимум. Вован, 30. Ну, давай 50. 50 хотя бы. Давай, 50. Игра в обороне 0. Нет, ну почему? Так что ты не возвращаешься. Ты всегда, когда тебе говоришь, Вов, а что вот это не так? Ты говоришь, виноват не я. То есть ты не берешь на себя ответственность. А в обороне надо брать на себя ответственность. И сталкиваться с проблемой один в один играть. И ты проблемой всегда проигрываешь один в один. А это важнейший скилл для защитника. Поэтому игра в обороне 6. Ну, 15. 6. Ну, 15 хотя бы. Ну, хорошо, 15. Все. Так, физуха. Ну, я в зал хожу. Я думаю... Нет, нормально. Вова в порядок. 60. Ну, даже 70 давай. 70. Нет, 60. 80. Нет, 60. Все равно 60. Нормально. Так, вторая история. Что бы ты предбочел? Надеть пакет на голову, как канате, или каблуки, как у кунде? Слушай... Кстати, а вы, по-моему, должны были, да? Или нет? Чего должны? В смысле, кто? А, мы же в одной команде играли. Не-не-не, Васанн. Я бы совместил. Так, ну что? Надеть пакет, как канате, или каблуки? Я говорю, я бы совместил. Было бы интересно. Ну, мы ждем все. Обещаешь? Сделаем. Что, ты сделаешь это? Сделаем. И в телеграм-канале, да, у себя выводишь? Мы это сделаем, мы это сделаем. Так, три главных правила жизни от Вавана. Слушайте, ну, получать удовольствие, в принципе, от того, что делаешь. О, это я не сомневаюсь. Это номер один, и все, закончили, можно. Не-не-не, нужно, смотри, быть честным с самим собой. Это тоже главное. Здесь я не знаю точно твои правила. Да. Ты подсмотрел у кого-то. А третье, третье, это любить гриллиша. Это одно из главных правил. Правила жизни, Ваванн? Да, мое. Тебе шесть лет, Вав? Ты видел эти игры в школе? Нет. А, тогда ладно. Сопоставь коллег на мяче со следующими игроками. Антони. Ну, я думаю, что это Качук. Покрутиться любит, ну, что-то типа такое. Так, Чукуэмэка. Ну, это Вассант. Чего вдруг, блин? Я думаю, что это Вассант. Тот молодой, высокий. Нет, 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 Вассант. А в чем прикольно? Это точно ты. А в чем? Слушай, помнишь на обратном отчете мы что пели? А понимаешь, ты бы сказал, что Самир Насри, блин, только который сейчас вот с пузом. Не, 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 нет. Это просто твой мем. Я думаю, что это ты. А, ну, мем, может быть. Да, это ты. Так, ну и Криштиану что ты сейчас скажешь? Я думаю, это Саня. А почему, перечисли? Слушай, ну, Саня педантичный. Хорошо играет в футбол. Ютуб-канал есть. И любит только себя, да? Ну, слушай, ну, мне кажется, у Сани есть что-то от Криши. Как ты думаешь? Нет, просто тогда я Рональдинию. Если он Криштиан Рональд, тогда я Рональдинию. А не Чукуэмэка, блин. Не, Вассан, ну, тут... Что есть такого в Ваване, чему позавидовал бы трезвый Гриллиш? Трезвый. У меня есть, Вассан, знаешь что? Что? Возможность вести, выдал базу вместе с тобой. Вот что у меня есть. Вот это подмазал, а? Это чтобы я его не выгнал на следующем выпуске, учитывая вот то количество времени, которое мы посвятили ему, а не футболу, игре, которую мы с вами любим. Друзья, на этом все. Обязательно подписывайтесь на телеграмм «Москвич Индус», на телеграмм «Мяч Продакшн». Следите за анонсами, пишите вопросы. Возвращается скоро футбол клубный. И сейчас крутая стадия в чемпионатах, везде и в Лиге Чемпионов. Поэтому будет очень интересно. Спасибо большое за внимание. И не подписывайтесь на телеграмм-канал Вавана. Спасибо! До свидания! Тенхага! Тенхага! Не прошу.